День добрый! Ну и пользуюсь случаем, пока техника работает, не глючит, хотелось бы сделать обзор по вот этой штуковине, которая сейчас находится в этом мешочке. За мешочек спасибо, кстати, Евгению Григорьеву. Он как-то посылал мне посылку. Ну и теперь, собственно, наше чудовище. Так. Это, можно сказать, стикер-мод. Когда-то это был обычный 5х5 с такими наклеечками обыкновенными. Ну я наклеечки убрал, и вместо них на клей посадил вот такую плитку. Плитку можно сделать из обыкновенных линей. То есть берется цветная линейка 30 см, убирается ее тонкая часть, которая с краешку. Берется самая толстая часть, которая посерединке, 2 мм толщина. Можно делать плитку шириной до 19 мм. Это сойдет и на 3х3 куб. Ну и, соответственно, на такие кубики тоже можно делать плитку. Там 5 вариантов цветов есть точно. Может и 6 есть. Но тут... Тут у нас 4-х цветный вариант бандажа. Родственный B5 кубу. Насчет B5 по этому бандажу есть тема на форуме. Я его изучал немалое время. Искал его решения. Потом смотрел, за сколько его можно собрать. Выяснилось, что он собирается... Ну его можно собирать минут за 8-9, если, конечно, знать все вот эти тонкости. Это в чем-то тоже B5, но более, так сказать, как бы сказать... В отличие от своего шестицветного варианта, у которого одно решение, от A до B, у этого решения не одно. Их может быть несколько. Поначалу я думал, что их всего 2, но потом выяснилось, что их не менее 7. 7 симметрий. И если еще брать варианты, когда структура не симметричная, когда блоки стоят не совсем симметрично, таких вариантов там насчитывается, ну уж точно не меньше 100. Я даже не все еще находил. Ну вот, в собранном состоянии он имеет 8 таких секторов. 2 вишневых, 2 зеленых, 2 оранжевых и так далее. Естественно, 2 на 2, который не разбирается. 3 на 3 с единственным свободным уголком. И вот эти сектора, которые могут между собой меняться деталями. В итоге их структура может изменяться. В данный момент куб напоминает специфичную двушку. У него вращаются всего 2 слоя. Вот остальные заклинены. Здесь он точно не вращается, здесь не вращается. Этот слой тоже заблокирован. За счет вот этих штуковин. Специфичная двушка. Ну вот, его в принципе можно перевести и в B5 подобную форму. Вот такое преобразование. Вот такое преобразование. Вот это наша B5 структура. Вот такие ряды блоков характерные для B5, собственно. Ну, сейчас он как бы разобранный. Часть блоков разбежалась. Но их также можно вернуть на места. Этот сюда, этот сюда и так далее. В итоге у нас опять соберутся 8 секторов. То есть, структура у нас уже иная. А вот окраска та же самая. То есть, как бы это иное его решение. Есть и другие решения. Вот, допустим, вот сейчас попробуем сделать еще одно преобразование. Так это правда. Вот, допустим. В теме про B5 упоминался такой бандаж, как B5 Pocket 2х2. Вот это его структура. Тут такие вот хреновины получаются, типа 2х5 блоки. В остальном он похож на B5. Ну, структура у него как 2х2 идёт уже. Также можно все вот эти блоки вернуть на место, и он будет иметь собранный вид. То есть вот эти 8 секторов опять. Как говорится, ещё одно его решение. Одно из многих. Делаем обратное преобразование. Так. Как видим, бандаж крутится довольно-таки прилично. Ничего не заедает. Внутри ничего не менялось. Внутри это тот же самый 5х5 и остался. Просто тут добавились наклейки. А так это тот же самый 5х5 и остался. Ну, его можно даже разобрать обратно. Но, правда, зачем? Вот ещё один вариант структуры. Допустим, вот такой вот. Так. Не с того начал. Вот так. Продолжение следует... Это шестая найденная структура. Здесь углы вообще стоят причудливо. Они вывернуты вот сюда. На форуме насчет этого есть даже фото подробное. Там он даже есть в собранном состоянии, когда все вот эти фиговины поставлены на место. Вот такая структура интересная. Это шестая. Ну, сейчас обратно ее восстановим до B5. Так... Так... Так, ну, кажется, вот так вот. Вот опять у нас получилась B5 структура, которую, в принципе, можно восстановить обратно до вот этой. Вот у нас опять собрались сектора. Это, кстати, самая последняя найденная структура. Седьмой вариант. Два на два. Вот такая веселая штука получилась. В принципе, можно было бы ее даже сейчас перевести в B5, но я, боюсь, не успею. Тут нужно несколько минут. В общем, если хотите помучиться, полмать голову, можете себе запросто такую забабахать. Делаете стикеры, плитку, клеите, и у вас получаются бандажи. Вообще, особенность бандажей в том, что они... Их, как бы, сравнительно легко сделать. Даже можно взять скотч, что-то там заклеить, приклеить, что-то зафиксировать. Но в итоге получаются такие хреновины, которые просто так уже не решишь. Там уже надо искать какие-то свои... Какие-то свои там хитрости у них. Там тот же самый B5. Это специфичная трешка. Там DIA5 и так далее. Их много. Их огромное число вариантов. Там даже если для 3 на 3 бывают сложные довольно-таки, то для 5 на 5 тем более там. Минотаверкуб, какие я там еще решал. Я уже забыл, конечно. Наверное, все. Можете ставить лайки, можете ставить дизлайки, если вам не понравилось. До свидания.